То, что произойдет в этом году в регионе, по праву может стать новым этапом развития. Весной в Иркутске начнет работу завод по производству глюкометров и тест-полосок для людей, больных диабетом. Как это отразится на жизни области, расскажем далее. Взять глюкометр, ставить тест-полоску. После этого сделать прокол. Экспресс-анализом на сахар в крови диабетиков не удивить. А таких людей только в нашем регионе 70 тысяч человек. Куда более удивителен тот факт, что теперь весь расходный материал для ежедневной процедуры будет выпускаться в Иркутске. Это сделает стоимость тест-полосок и глюкометров почти в два раза меньше нынешней. При этом сама технология родом из Кореи. Вы знаете, я сам диабетик, и для меня стоимость тест-полосок и глюкометров, это так, скажем, абсолютно очевидно, очень дорогая позиция. И поэтому, когда мы услышали о том, что в Корее появилась новая технология, связанная с производством таких изделий, то мы решили посетить Корею. Результатом поездки стало решение открыть новое производство. Подобных предприятий в регионе раньше не было, поэтому оно попало в список инновационных и получило поддержку правительства, в том числе финансовую. Помимо половины от необходимой суммы на запуск, еще и льготы на будущее. Проект дополнительно получил налоговую льготу по налогу на прибыль. Это очень существенно. В течение пяти лет первых реализации проекта ставка по налогу на прибыль составляет 0%. В течение последующих пяти налоговых периодов ставка будет составлять 10%. Это очень существенная экономия для бизнеса. Сейчас проект в финальной стадии. Этот неприметный склад вскоре станет заводом. Уже в марте сюда прибудет оборудование, а в августе планируется выпустить первую партию тест-полосок. Производство принесет и новые рабочие места. На первом этапе 70, но с увеличением объемов может вырасти и их количество. Производители в России только один. Он держит всего лишь 6,5% рынка российского. То есть у нашего проекта рынок сбыта только по России великолепный. А так как у нас есть представительство в Монголии, то, наверное, первая сторона, куда мы пойдем, это, конечно, Монголия. А это рынок, сопоставимый с Иркутской области сразу. Так что вполне возможно, что через пару лет местное производство выйдет и на мировой рынок. Но все это впереди. А первые плоды работы нового завода уже скоро смогут оценить именно жители нашего региона. Павел Жолодев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.